МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Ольга Панова. Главное сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бабье лето заблудилось, но еще не зима. Так комментируют сентябрьскую погоду синоптики Чувашского гидрометеоцентра. В целом, температура ушедшего месяца была близка к средним многолетним показателям. Но по количеству осадков сентябрь 2013 года занял почетное второе место во всем ряде наблюдений, говорят синоптики. Самый сырой – сентябрь 1948 года. Начало октября тоже не будет баловать жителей республики солнечным теплом. До конца этой недели у нас ожидается влияние циклона, который будет над нами крутиться. Осадки будут, но местами небольшие. Температура воздуха довольно-таки ровная. Ночью минус 3 плюс 2, а днем плюс 1 плюс 6. Но и самое главное – не будет солнца. Утренний снег сегодня стал причиной ДТП по всей республике. Утром на трассе Вятка водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Водитель 14-й получил телесные повреждения. В ГИБДД причиной аварии считают сложные погодные условия. Сегодня же многие чебоксарцы, добиравшиеся до работы, наблюдали на разделительной полосе Московского проспекта перевернутый джип. На место происшествия выехал автомобиль первой помощи из пожарной части номер 5. Пострадавших нет, отмечают специалисты. Не каждый год можно наблюдать снег в начале осени. В сентябре 2013-го похолодало раньше, чем ожидалось. В некоторых городах республики зарегистрирован рост заболеваемой СОРВИ. Почти две трети заболевших – дети. Наш корреспондент выяснила, как погода повлияла на показатели статистики. Число простудных заболеваний резко возросло. К концу сентября в республике зарегистрировано 7134 случая ОРВИ. Около 75% из них – дети. По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость ОРВИ в целом почувашей снизилась почти на 6%. По-прежнему в зоне риска остаются малыши до двух лет. Больше всего заболевших в городах Новочебоксарск, Чебоксары, Шумерля и Канаш. В столице зарегистрировано 4267 случая заболевания ОРВИ. В больницу попали 63 человека. Эпидемиологические пороги заболеваемости на последней неделе сентября были превышены незначительно – на 9%. Пока у нас в республике грипп не регистрируется и в целом заболеваемость обусловлено вирусами негриппозной этиологии. Ну и в основном заболеваемость обусловлено аденовирусами, аденовирусами, ну а также вирусами парагриппа. Что касается штаммов вирусов гриппа, которые придут в этот эпидемиологический сезон, он практически по прогнозу специалистов семьи организаций здравоохранения не изменился. Практически остался тот же, с небольшими генетическими вариантами, основные названия те же самые. Это H1N1 2009 года, H3N2, тип B вирус. По данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в норме. Пик роста заболевших гриппом и ОРВИ ожидается в январе, после новогодних каникул. Чтобы не пополнить их ряды, специалисты рекомендуют одеваться по погоде, принимать поливитамины и делать прививки от гриппа. Массовая иммунизация в республике начнется со дня на день. Планируется привить около 160 тысяч людей. Это примерно 21% населения республики. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. Страдают от такой погоды не только автомобилисты. Несмотря на практически зимние температуры, некоторые жители республики до сих пор остаются без отопления. Так, в селе Красноармейское тепла нет не только в домах, но и в детском саду. До сих пор мы тепло не получили. Холодно в помещениях. Я работаю заведующей детском саду. У нас 4 детских сада в селе, школы. Дети болеют из-за того, что холодно в помещении с 15 градусов и меньше. Это очень неплохо для здоровья детей. По возможности, конечно, родители забирают домой после обеда, но это тоже не выход. Видимо, родители в домах подключают дополнительно обогреватели. Из-за этого даже бывает, что свет перебивает. Сегодня только я звонила в управляющую компанию. Вот они говорят, что распоряжение поступило. Системы будут заполняться. Но тепло начнет спать только с завтрашнего дня. Но я опять-таки не знаю, потому что каждый день нас кормят обещаниями, что тепло будет на днях. Каждый раз. Каждый раз звонишь, завтра, завтра, завтра. Так и тянется. Светы, подарки, поздравления и слезы счастья. Труженица тыла, ветеран труда и вдова ветерана Великой Отечественной войны Клавдия Степановна Шашлякова в Международный день пожилых людей отметила 95-й день рождения. Клавдия Степановна, доброе утро. Я хочу вас поздравить. Не вставайте, не вставайте. Спасибо большое. С днём вашего такого хорошего, волнительного дня. Сегодня даже двойной праздник. Спасибо. Рас тревожили себе первую зрачу. Ну и поздравляю вас с днём рождения. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Мы не стали открывать. Поручение есть. Соответственно, от всей души вручаю. Откроете. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. С двойным праздником Клавдию Степановну поздравляют первые лица и самые близкие. У неё двое детей, трое внуков и трое правнуков. Родные считают секретом долголетия Клавдии Степановны её трудолюбие и активный образ жизни. Без конца движется. С клюшкой, ну движется, движется. Да, да. Если бы она лежала, я думаю, её бы уже не было живой. Клавдия Степановна родилась в Порецком районе. В Чебоксарах живёт с 43-го года. Работала учителем начальных классов, администратором в столовой, бухгалтером кондитерской фабрики «Оконт». Награждена медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. В свои 95 лет с удовольствием слушает песни молодости, которые вызывают улыбку на лице. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Поздравления сегодня принимали и ветераны труда, которые сейчас отдыхают в загородном санатории. Глава Республики провёл там больше часа и говорил с пожилыми о жизни. Без внимания не остался ни один вопрос. В этом зале никогда не утихает музыка. Днём концерты, вечером ретро-дискотеки. На такой режим в санатории никто не жалуется. Сейчас здесь отдыхают 90 человек. Многие из них получили звание ветерана труда. К примеру, Таисия Панкратова более 10 лет проработала кондуктором троллейбуса. Меня уважали хорошо. Всегда я прям получала, каждый через три месяца хорошо работала. Без другого, без ничего. Вот мне за это дали ветерана труда здесь. Но с каждым годом внимание к их проблемам возрастает. Социальные выплаты, оздоровительные курсы, всеобщая диспансеризация. Пожилые эту заботу чувствуют. Я от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником. Могу доложить, что по всей Республике сегодня и министры, и главы администрации встречаются. Поздравляю с праздником. Власти Республики приехали не только читать доклады о достижениях. С пожилыми они пообщались о наболевшем. Жительница Шумерлинского района пожаловалась главе на то, что в их городе до сих пор нет тепла. Михаил Огнатьев ответил, что трубы в квартирах потеплеют уже на этой неделе. Самое главное сейчас быстро запускательный, где там пробки, воздух, все это проверить. Как бы сказать, чтобы циркуляция пошла. Вот эти моменты могут быть. Я задачу поставил. На этой неделе каждый дом должен получить, каждый житель, каждая семья тепло. А гость из Цивильска пожаловалась на работу местной строительной компании. Возвели жилой дом, а потом взяли его на свой баланс. Сейчас людям то и дело приходят непонятные счета. Жильцов начали взимать плату за ремонт кровли, хотя здание было возведено недавно. Михаил Огнатьев пообещал разобраться. Главе администрации скажу, чтобы с участием жильцов провели собрание. И они отчитались, почему они собирают у вас денежки на крышу. Но просили не только за себя. На встрече главе региона пожаловались на то, что санаторию не хватает врачей. Хотя работа персонала от этого не страдает. Даже те, кто приезжают сюда, часто отмечают, что обслуживают центры по высшему разряду. Все вопросы Михаил Игнатьев взял на карандаш. После разговоров о проблемах часть приятная. С концертом к пожилым приехали детские коллективы. Митрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Дома под снос для сносных условий жизни. Аварийное ветхое жилье стало темой совещания, которое накануне провел в Чувашии полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич. Кроме полпреда приехали в Чебоксары и главы регионов округа. Масштабную программу по ликвидации трущоб в регионах ПФО планируют завершить в самое ближайшее время. Сносу подлежат дома, которые признали аварийными до 1 января 2012 года. Список проблемных адресов огромный – 12 тысяч бараков. Некоторые были возведены в военное время. Удобства на улице, ветхие коммуникации, вечно протекающая кровля. Об этих проблемах уже скоро забудут более 180 тысяч человек. Все они дожидаются переезда, благоустроенные квартиры. Те, кто сейчас ютится в старых домах, новоселье сыграют ближайшие 4 года. Строительство нового жилья для очередников – задача первостепенная. Рост аварийного жилищного фонда происходил в течение длительного периода. И на сегодняшний день переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социально значимых проблем. С 2008 по 2019 год с использованием средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществлялся снос домов, признанных аварийными до 1 января 2010 года. В указанные годы общий объем финансирования региональных программ составил 41,5 миллиарда рублей. Возникают проблемы с финансированием программы. Чтобы реализовать поставленные задачи, регионам необходимо более 80 миллиардов рублей. Треть этой суммы поступит из фонда. Львиную долю свои бюджеты должны заложить регионы. Исходя из общей потребности денежных средств и лимитов данного фонда, объем софинансирования программ из консолидированных бюджетов регионов округа должен составить 48 миллиардов рублей. В региональных бюджетах на эти цели предусмотрено 28,3 миллиарда рублей. Таким образом, с учетом уточнения площади аварийного жилья, дефицит финансовых средств составляет 22,5 миллиарда рублей. Но бюджетный дефицит может возрасти до 30 миллиардов. В регионах продолжают уточнять площади аварийного жилья. Более двух тысяч бараков так и не вошли в программу, но все может измениться. В каждом субъекте проблему решают по-своему. Застройщикам предоставляют бесплатные земельные участки, с подрядчиками заключают инвестиционные договоры. Развивается рынок арендного жилья. В нашей республике за последние пять лет построено 1830 квартир. Практически общий государственный жилищный фонд составляет 83,5 тысячи квадратных метров. Стоимость квадратного метра, которая сейчас определяется Министерством регионального развития, отличается от рыночной. Ведомстве эту цену называют абсолютно справедливой. В этот диапазон не закладывается никаких лишних расходов. Она вычитает, есть поправочный коэффициент, уменьшающий на еще риэлторские вещи. Поэтому на сегодняшний день субъекты работают. И в принципе по тем субъектам, где действительно есть искажение в статистической отчетности, мы проводим оценку и вводим поправочный коэффициент на ту разницу, в случае, если возникает ошибка арифметическая при статистической отчетности. Но стоимость квадратных метров вопрос второстепенный. Необходимо решать другие проблемы. Жилье аварийное, жилье ветхое. Между этими понятиями власти проводят грань. В ближайшее время в регионах планируют провести инвентаризацию и уже потом определять объемы. На совете были приняты и другие, не менее важные решения. Выработать справедливые методики, которыми руководствуется фонд жилищно-коммунального хозяйства, который софинансирует эти программы. И, соответственно, принять все меры для того, чтобы и земельные участки, которые сегодня находятся в обороте, были использованы для этих целей как федеральные, так и в случае принятия соответствующего законопроекта региональные, муниципальные и неразграниченные, чтобы также были направлены в оборот для решения задач по расселению ветхого аварийного фонда. Надо посмотреть вопросы тех категорий граждан, кто подлежит обеспечению в первоочередном порядке. Там, где действительно ситуация сегодня критическая, там, где есть опасность для жизни и здоровья людей, чтобы эти задачи решались в первую очередь. Предложения членов Совета в ближайшее время отправят на рассмотрение федерального центра. Они лягут в основу новых документов, регламентирующих программы расселения из-за аварийного и ветхого жилья. Тем, как обстоят дела с изношенным жильем у соседей Чувашии по округу, наша съемочная группа поинтересовалась у глав регионов ПФО. Территория, условия, бюджеты, республики и области разные, однако трудности выполнения программы и пути решения проблемы в основном одинаковые. Так, руководитель Удмуртии отметил, федеральному бюджету необходимо взять на себя больше расходов. А глава Пензенской области говорил о том, что для выполнения программы зарабатывать больше должен и сам регион. Новая программа – это 2014-2017 год, когда мы должны переселить всех, кто стал на очередь на 1-е, 12-е. Под это нам надо предусмотреть в своем бюджете около 2 миллиардов рублей. Будем просто надеяться, что сегодняшнее предложение о софинансировании все-таки на паритетных, в началах 50 на 50, реализуется. Потому что на сегодня это пока 70 на 30 сельско-круглить. То есть 70 на бюджете территории и 30 на федеральном. Как-то вроде хотелось бы пополам. Ну, конечно, поставлена задача президентам. Конечно, она очень сложная. И ряд регионов своими бюджетами сегодня не могут ее решить. Поэтому было принято Владимиром Владимировичем отсрочка по выполнению этой программы. И исполнение возможно будет, если доходная часть не будет падать, а будет расти. Если не будет кризиса, хочу сказать откровенно. И если будут идти инвестиции, будут создаваться новые серьезные производства. Впрочем, есть регионы, где проблема ветхого жилья решается с некоторыми отличиями. Так в Самарской области людей переселяют не только в многоэтажки, но и в коттеджи. Многим людям тонхаус или коттеджик небольшой, дом на земле. Для него это очень важно, поэтому дается право выбора. Задачу выполняем, хоть она очень сложная. Сейчас дальше будет все зависеть от того, каков будет бюджет 2014 года. По этому году мы все идем по графику. Сегодня стартовала осенняя призывная кампания. До 31 декабря повестки по всей России получат более 150 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. В Чувашии защищать родину отправится 1400 человек. Почти половина в Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. 150 человек отправятся служить в так называемых элитных войсках. Ряды военно-морского флота пополнят 70 человек. ВДВ – 15. Столько же будут служить в президентском полку. В подразделение спецназа ГРУ отправится 50 человек. Между тем, Следственный комитет с начала 2013 года возбудил 18 уголовных дел в отношении призывников-уклонистов. За уклонение от службы предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы. Иногда призывники-уклонисты по решению суда приговариваются к штрафам. Среди привлеченных к уголовной ответственности семеро жителей Батревского района – это наивысший показатель по городам и районам республики. А также трое жителей города Канаша. Также привлекаются к уголовной ответственности молодые люди из городов Шумерли и Чебоксары, а также ряда других районов Чувашской республики. Основным способом совершения данных преступлений является неявка молодых людей, признанных годными к несению военной службы в территориальные органы военного комиссариата по Чувашской республике для выполнения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Также молодые люди являются по так называемым боевым повесткам военкомата, то есть когда они уже обязаны явиться военкомат для отправки войска к месту несения военной службы. В выходные в Чебоксарах прошел фестиваль молока. На праздники собрались истинные любители молока и молочной продукции из разных уголков республики и городов России. Свою продукцию представили 9 молокоперерабатывающих предприятий. Молоко в республике есть, есть переработка в республике. Я надеюсь, что продукция, произведенная у нас, будет еще долго радовать, в первую очередь, конечно, покупателей, будет радовать детей, так как молоко – это залог здоровья, роста. На фестивале подвели итоги детского конкурса творческих работ «На лугу пасутся ко». Накрады получили и сельхозорганизации, специализирующиеся на производстве молока. Для посетителей выставки была организована дегустация конкурс «Контрольная закупка», где на суд зрителей 6 молокоперерабатывающих предприятий «Чуваши» представили сметану и творог. О предприятиях участников фестиваля, а также об участниках выставки индийских товаров смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире уже завтра. Изамбаевский молочный завод уже второй десяток неизменно следует традициям производить натуральную, высококачественную, безопасную продукцию для потребителя. Кредо предприятия, расположенного в деревне Новая Изамбаева Комсомольского района. В чем в чем, а в качестве реализуемой продукции на местном рынке Изамбаевскому молочному заводу нет равных. Все мы вырабатываем из цельного натурального индустрия индийских товаров. До встречи в эфире уже завтра. Изамбаевский молочный завод уже второй десяток неизменно следует традициям производить натуральную, высококачественную, безопасную продукцию для потребителя. Кредо предприятия, расположенного в деревне Новая Изамбаева Комсомольского района. В чем в чем, а в качестве реализуемой продукции на местном рынке Изамбаевскому молочному заводу нет равных. Все мы вырабатываем из цельного натурального индустрия. Индийских товаров. В эфире уже завтра. Изамбаевский молочный завод уже второй десяток неизменно следует... Следует традициям. Прещественную безопасную продукцию для потребителя. Кредо предприятия, расположенного в деревне Ново-Изамбаево, производить натуральную высоко категорию Мольского района. В чем в чем, а в качестве реализуемой продукции на местном рынке и в качественном заводе нет равных. Изамбаевскому молочному заводу индийских товаров в эфире уже завтра. Изамбаевскому молочному заводу и десяток неизменно следует Следует традициям. Прещественную безопасную продукцию для потребителя. Кредо предприятия, расположенного в деревне производить натуральную высоко категорию Мольского района. В чем в чем, а в качестве реализуемой продукции на местном рынке и в качестве ново-Изамбаево, комсомольному заводу нет равных. Изамбаевскому молочному заводу и индийских товаров в эфире уже завтра. Десяток неизменно следует Следует традициям. Прещественную безопасную продукцию для потребителя. Кредо предприятия, расположенного в деревне производить натуральную высоко категорию Мольского района. В чем, в чем, а в качестве реализуемой продукции на местном рынке и индийских товаров. В эфире уже завтра. Десяток неизменно следует ...следуют традиции предлепотребителя кредопредприятия, расположенного в деревне... ...в чем, а в качестве реализуемой продукции на местном рынке Амольского района. ...в чем производить натуральную, высококачественную, безопасную продукцию... ...индийских товаров... ...десяток неизменно... ...продукции. Я попробовала продукт свежий, очень приятный вкус, замечательный. И вообще, в принципе, в Чебоксарах очень мало этой продукции продается. Поэтому я купила все для своей семьи. Но теперь жителям городов Чебоксары и Новочебоксарск не придется искать продукцию молочной империи... ...и тем более покупать ее впрок. Кооператив намерен войти на рынки столицы и города Спутника. До этого продукция в основном поставлялась в районы республики. Нашу продукцию можете купить в сетях Райпо, Чувашии. В Чебоксарах можете приобрести в сетях Магниты. И на рынках Северо-Западный, Северная ярмарка, Юго-Западный, Южный и Центральный рынок. На рынке переработчиков молока кооператив «Молочная империя» работает с 2008 года. Он был организован на базе и Бресенского молочного завода. Прежде на предприятии заменили оборудование. Только тогда приступили к выпуску вкусного и качественного продукта. Немаловажные качества сырья. Молоко собирают от агропромышленных предприятий и личных подсобных хозяйств и Бресенского и Канашского районов. На заводе ежедневно перерабатывают около 10 тонн молока. В перспективе увеличения объемов и расширения ассортимента продукции. Гордятся и Бресенцы собственной разработкой – бифилендом. Бифилендом. Бифидобактерии, конечно, были выведены учеными, а технологи «Молочной империи» поэкспериментировали со вкусами. Клубника-банан и чернослив-злаки. Сегодня у бифиленд выпускается двух видов. Данные бифидобактерии, входящие в состав бифиленда, состоят из симбиоза пяти бифидобактерий, которые присущи организму человека. Они обладают иммуновосстанавливающим и стимулирующим действиями на кишечных человеках. Таким образом, очень хорошо в период реабилитации, послеоперационные периоды для детей дошкольного возраста не рекомендованы. В производстве другого продукта под названием «Тутла-дурах» наоборот никаких нововведений быть не может. Здесь важно соблюдение традиций. И бресенцы его готовят по старинным бабушкиным рецептам. «Турах» получается жирный, вкусный, приятный на вкус. Впрочем, как и вся продукция «Молочной империи». Давно мечтали попробовать настоящий индийский чай или рис, прикоснуться к натуральному шелку? Значит, вам необходимо посетить выставку индийских производителей в МТВ-центре. Ковры, мебель, ювелирные украшения, ручной работы вы не найдете ни в одном магазине города. Люди здесь приезжают действительно не только покупать товар, они хотят чувствовать Индию. Это любовь к Индии, которая есть между Россией и Индией. Это, можно сказать, рай для женщин. Если женщина одна пришла, она не уйдет. И что самое главное, здесь торговаться можно. Торговаться можно и нужно. Большинство продукции на выставке – из первых рук. Конечная цена товара зависит от вашего обаяния и умения вести переговоры. Пожалуйста, приходите. Очень поднимается настроение. Даже от такой мелочи, вот купить браслетик за 50 рублей или нарисовать мех Индия, чувствуешь себя в какой-то азиатской стране или в Индии. Первая национальная индийская выставка в Чебоксарах продолжается. Больше тысячи экзотических изделий из 22 штатов Индии расположились под одной крышей. Это неплохой результат сотрудничества Чувашии и Индии. Надо отдать должное коллегам из Индии. И они активно продвигают свою культуру, свою продукцию в другие страны мира. И в этом нам надо у них еще и поучиться. Традиционная одежда индийских женщин и мужчин, аксессуары, натуральный шелк и самые неожиданные кухонные приборы. Картошка-то посмотри, вот так. Это капуста, посмотри. Это чайник, флаун, донсбургер, салат. Это капуста, посмотри, вот так. Это капуста, посмотри. На выставке продажи индийских товаров наглядность на первом месте. Здесь можно трогать, нюхать, пробовать и примерять на себя. Настоящая индийская сказка продолжается в МТВ-центре на пятом этаже. Вы еще успеете купить экзотические товары из Индии. И нанести на свое тело вот такой рисунок хной. Окунуться в удивительный и загадочный мир вы еще успеете. Распродажа индийских товаров в Чебоксарах завершится 6 октября. Распродажа индийских товаров в Чебоксарах завершится 6 октября.